Средняя сумма долга колеблется от 2 до 3 тысяч гривен, говорит старший государственный исполнитель соцслужбы Гагаринского района Светлана Нищерет. Граждане обязаны погасить данную сумму в кратчайшие сроки. Цель рейда – лично побеседовать с должником, выяснить причину неуплаты. Затем следует процедура оформления акта. Это составляется акт о том, что должник обязуется оплатить такую задолженность, устанавливаются сроки для такой оплаты, либо производится опись имущества. Если у нас не получается попасть к должнику непосредственно в его место проживания, тогда оставляется повестка, в которой указывается адрес, время, место, куда он обязан явиться, указывается сумма задолженности, а также последствия того, если он не явится. В случае, если человек не может погасить долг, ему нужно обратиться в суд, дабы перенести время оплаты. Предприятие «Севтеплоэнерго» не принимает рассрочку, однако выход есть. Если должник работает официально, либо состоит на учете в управлении пенсионного фонда, тогда мы можем эту задолженность вычитать из его заработной платы, либо пенсии в размере 20% от суммы, которую он получает. Общий долг за отопление и горячее водоснабжение в Гагаринском районе составил 17 миллионов гривен, а это 48% от всей суммы за неуплату в Севастополе, рассказывает представитель коммунального предприятия Алексей Щербин добавил, немало проблем и в других районах. Очень много выявили умерших людей, которые давно не проживают, которые купили квартиры с долгами, такие нюансы были. Плюс много отключенных выявляется, которые несанкционированно отключились, что мы, в принципе, и актируем, и дальше уже через суд засклим долг. Рената Малышева, Денис Александрович, программа «Наше время».